Датчан 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 И тут Эзил крупным планом на ваших экранах. Огорченный. И Евро больше пяти мячей никто не забивал. Из тех, кто становился лучшим бомбардером. Но, в общем, понятно, что Гомес в это число входит. Так, с линией штрафной. Киайр так поволновался. Эзил. Передача есть на этом турнире, который обе относятся к фаворитам. И обе при этом построены из достаточно молодых футболистов, чтобы говорить, что мы костяк этой сборной увидим. Швейнштайгер искал варианты, кроме как центр перевести не нашел. Эзил. Оставил ему мяч Мюллер. Получил обратно. Тут же вернул. Но так не особенно удобно было что-то делать дальше. На замахе перекидрил Датчану. Эзил. И снова в касание возвращается. Байдар. Не могу не привести оригинальное. Просто потому что яркое высказывание редактора сегодняшней транслеты. Ноер играл в воротах. Эзил. Схватился за голову Гомес. Потому что у Гомеса в голове сейчас, видимо, было. Это же я. Я же мог забить. Сейчас будет повтор. Посмотрим. Играют две команды, которые в квалификации. Но все-таки в квалификации, согласитесь, достаточно много матчей, чтобы делать какие-то выводы. Вот сбор. Второго тайма, я бы так сказал, еще менее открытые, чем первое. В последний раз Мишель Платини много забил. Девять мячей. Стало, естественно, лучшим бомбардиром. С того года Тони Кроллс, который уже выходил на замену. И 92-го года самый молодой Марио Гетца. Нет, ну так. Все сейчас хорошо. Их все устраивает. И если заставляет датчан идти вперед, к чему они не приучены. Так уж. Всерьезно. То будут хорошие. С другой стороны, может быть, и не факт, что Гомес. Может быть, Клоза выйдет, скажем, вместо Мюллера. У которого сегодня явно не лучший матч. Эзил тем временем. Вот-вот. Ну, а пока что немцы атакуют. Эзил сыграл с Клоза. Получил мяч обратно. Приключил Хидиру. И снова получил мяч обратно. Отличный пас от Эзила. Немцами. Так вот, чтобы провести позиционную атаку у датчан, не получается уже минут, наверное, 10. Чуть-чуть не точная передача для Клозы. Но хорошая точная передача, выводящая на завершающий удар для Ларса Бендера. Девятая игра сегодня для 23-летнего полузащитника. Получает сборную в рец. Не будем участия в плыве. Эзил пошел в обыгрыш. Хорошо пошел. Одного прошел. Второго уже не стал. Так и закончится. Но еще все-таки 3 минуты. Правда, если немцы забьют еще, это, конечно, ничего не изменит. Так, ну вот она, последняя.